Водгсн Ну а теперь давайте вернемся к теме того, о чем я начал говорить. Ребят, 111 прокрутов. 111! И при этом всем вы заплатите за 111 прокрутов 140 тысяч 377 голды. Хрен с ними. С 377 голды, когда ты оперируешь суммой в 140 тысяч. И здесь, ребят, вы отдаете эту голду не за танки. Вы отдаете эту голду за вероятность что-то получить. А главная награда, ребят, это вообще можно, честно говоря, дуреть. Это один мистический сертификат. Один, Карл. Один. Не 10. Не 2. Не знаю там. Один. Да даже 2 было бы смешно. Плюс к тому, как вы видите, по галочкам, стоящим возле каждого танка, у меня практически все машины из этого мистического сертификата есть в коллекции. А те машины, которых не хватает, ну я бы, честно говоря, хотел бы получить исключительно как-нибудь, ну не то чтобы даром, но по какой-нибудь совсем бросовой цене. Максимум, чему действительно можно обрадоваться, и то и в пределах разумного, это уничтожителю, которого у меня нет. И теперь, ребят, я даже не буду вооружаться калькулятором для того, чтобы разделить 140 тысяч на количество танков, которые можно просто в магазине на эту голду себе купить. Зачем эта рулетка? Зачем в таком количестве эти контейнеры? Я, честно говоря, не совсем понимаю. По шансам выпадения, мистический сертификат 0,003. Если я удивлялся 0,03, то сейчас 0,00000, простите, заело, но это, честно говоря, издевательство. И зачем такой мизерный процент выпадения, с учетом того, что, блин, цена этому мистическому сертификату в лучшем случае 20 тысяч, и то, если десятка оттуда выпадет. Короче говоря, ребят, рулетка реально шизофренией попахивает, по крайней мере, для меня. Ну что, давайте начнем с того, что крутить я ее буду, и буду крутить ее в пределах максимум 10 тысяч. И вне зависимости от того, даже если я уйду в шикарный какой-то окуп, я считаю, что это одна из тех рулеток, когда действительно стоит вовремя остановиться. А вообще, крутнуть пару раз, успокоиться, и дальше свою голду потратить на танки, которые просто прямо будут выставляться на продажу. Вот такое вот мое честное мнение, а вы свое обязательно пишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Надеюсь, разработчики не заберут у меня пресс-аккаунт за то, что я, ну, так, отзываюсь о данной рулетке, но это реально очень дорого. Даже не для среднестатистического игрока, даже для игрока, который донатит в игру 140 тысяч голды, мне кажется, это перебор. За кота в мешке, обратите внимание. Если бы здесь вот так вот лежали танки, и ты на 140 тысяч крутишь, и в зависимости от того, что тебе здесь выпадет, ну, еще хоть как-то. Ладно, поговорили да поговорили, теперь давайте будем крутить 250 голды, первый прокрут, и поехали. То, что будет мистический контейнер, это однозначно. Стоит обратить внимание, что здесь целых 11 раз может выпасть по 2 контейнера второго уровня, целых 11 раз по контейнеру первого уровня, и много раз. Короче говоря, напачковали, как смогли, 3 мистика. Давайте, глядишь, может действительно будет мистический сертификатик, хотя я в этом вот очень сильно сомневаюсь, потому что в последнее время выпадения нормально из мистических контейнеров я не наблюдал. Как у себя, так и у других игроков, хотя мне уже писали по поводу того, что крутили данную рулетку, и даже вышли в плюс. Надеюсь, вовремя остановились, не уйдя в существенный минус. Ну вот так вот, 300 голды. В данном случае еще окей, нормально, 250 потратил, 300 вернулось на 50 голды в плюсе, но когда оперируешь такими суммами, исчисляемыми десятками тысяч золота, понятное дело, 50 голды ни вашим, ни нашим, и вообще как-то не радует. В данном случае вообще один мистический контейнер за 255 золотых монет. Что у нас здесь? У нас здесь 200 золота. Ну окей, а по талисманам, по талисманам, ребят, еще 6. Еще 6 таких контейнеров необходимо открыть, это для того, чтобы вроде бы как повысить свои шансы в 2 раза, с 5% до целых 10. Хотя открывал контейнеры 3 уровня, и честно говоря, из них выпадали настолько дешманские награды, что лучше бы выпадали контейнеры 1, потому что порой с 1 уровня и топа лучше что-то выпадает, нежели с конта целого 3 уровня, там где шанс выпадения мистического сертификата составляет целых 15%. Есть, конечно, вероятность, что из контейнеров 2 уровня и 3 уровня вы получите себе анимированный аватар стоимостью в 10 тысяч голды, или если прям совсем жирно повезет, то фон профиля, который можно обменять на 50 тысяч золотом, но все-таки шансы очень мизерные, ну а в отношении окупа этого всего, все зависит от того, насколько далеко вы зайдете. Забираем, открываем еще один контейнер, потихоньку собираем себе на контейнер 2 уровня, может там действительно жир какой-то будет, 100 золотом возвращается назад. Ладно, едем дальше, 311 голды. Ну? Ну удиви меня сертификатом, что ли, я не знаю. Нет, говорит, на, удивляйся двум мистическим контейнерам 1 уровня и сиди спокойно на ровной заднице. Вот был бы ты анимированный, вот был бы ты анимированный, совсем другой разговор был бы. А так, обменять на осколки, да и не более того. Так, одного не хватает, ну один-то я точно, один-то я точно где-то здесь с дыбой, скорее всего сейчас он и выпадет. 351 золотой, но давай, показывай. Жирный жир. Два мистических контейнера 1 уровня, сейчас будет мистик 2. 3000 золота, ну окей, хорошо, спасибо большое. Ну вот вам результат контейнера 2 уровня, 2000 свободки и 200 свободки 2 раза в виде сертификатов. На этом, в принципе, тю-тю. Три косаря, это, конечно, неплохо, здесь я спорить не буду, и в целом можно сказать, что я сейчас ушел в плюс, потому что в копилке у меня было меньше золота, нежели сейчас есть. Ну, если быть точным, то где-то в районе на 2100. Крутим. 451. И, конечно же, мистик. Конечно же, мистик. В огромном количестве, целый 1. М-да. Ладно, хорошо. Мне вот просто интересно, я вот в пределах 10 тысяч золота, которое согласился потратить на данную рулетку, я вообще выйду на хотя бы один мистический сертификат или нет? Есть какая-то вероятность везения хотя бы частичного? Хотя тоже, блин, получу мистический сертификат, не факт, что оттуда не выпадет какой-нибудь премиумный танк, который есть у меня в коллекции, и буду радоваться компенсации серебром. Но, в лучшем случае, какая-нибудь коллекционная семерка еще может выпасть. Опять-таки, под вопросом, будет ли это считаться окупом или все-таки нет. 500 золота. Но не перестаю, не перестаю сидеть и думать по поводу того, что, может, проще было дать эти контейнеры на продажу со скидкой. Вы знаете, так вот, если мы берем стоимость одного мистического контейнера в 500 золотом, усредните его, допустим, к цене бросовой со скидкой в 400 голды, и любители мистических контейнеров просто будут себе в магазине покупать нужное им количество контейнеров и их открывать в зависимости от того, насколько им это дело нравится и насколько им прет из этого всего. Есть. Вот хотел, кстати, еще на секундочку отвлечься на один интересный момент, который меня заинтересовал. 11 контейнеров первого уровня по одной штучке. 11 контейнеров первого уровня по одной штучке. В чем логика? Где? Где здесь, ну, понимание целесообразности? То есть, как оно здесь выпадает? Оно, что, ну, по барабану, что сюда выпадет, что сюда выпадет, все равно получаешь один мистический контейнер. То же самое касается трех мистиков здесь и трех мистиков здесь по первому уровню. То есть, получается иллюзия. Иллюзия выбора рулеткой победного какого-нибудь контейнера. Ну, ну, че томишь, блин? Сделали бы рулетку на 4 слота, и в 4 слота все уместили. И в пределах этих 4 слотов тебе что-то выпадает, а не красиво бегающая рулетка по кругу, а по факту одни и те же цифры. Ну, ни черта, ребят. Просто, просто ни черта. Слава богу, хотя бы 3000 там выпало. Уже нормально. Но, блин, они как выпали, так, походу, сейчас и уйдут. Два контейнера первого уровня. Просто великолепно. Почему не падают контейнеры второго уровня ни разу? Вот ни разу не выпал ни один контейнер второго уровня за все время. Я уже со счет тут сбился. Сколько конкретно прокрутов я сделал? 3000 голды. Ну, прям держит. Держит, как в профессиональном казино. Не отпускает. То есть, сначала сливаешь, сливаешь, сливаешь. Потом вроде бы что-то дало. Потом опять сливаешь, сливаешь. Опять вроде бы что-то дало. На 13 прокруте. Ну, поиграемся пока до 22. Там видно будет. Я хоть и говорил по поводу 10 тысяч голды, но я уже начинаю сомневаться в том, а имеет ли смысл прям ровно в 10 тысяч пытаться ввязаться, для того, чтобы их оставить в виде знака минус на своем счету. Может, имеет смысл остановиться немножко раньше, потому что по качеству выпадения создается впечатление, что танцуешь на месте, а по факту танец не дает никаких результатов. Все? Да, все. 479. Два контейнера. Забираем. Следующий контейнер. Ну, тоже, короче, ничего. Есть. Очередная галочка поставлена. Что у нас по шансам? 469 стоимость следующего прокрута. Шансы на мистический сертификат вообще не поменялись. Как были 0,003, так они и остались. 0,003. А почему? Почему, если я столько раз прокрутил рулетку, уже раз 15, шансы вообще типа не увеличиваются? Или это потому, что на 111 прокрутах то, что я прокрутил, это вообще капля в море, и одна десятая рулетки никуда не считается? Странное дело, короче, во всех отношениях. Вот именно из-за этого всего я изначально и сказал, что эта рулетка реально шизофреническая какая-то. Ну, баранки гнуло. 30 тысяч свободного опыта. Не знаю, я бы лучше поиграл да пофармил эту свободку вместо того, чтобы забирать ее за такие деньги. 459. И очередной мистический контейнер первого уровня. Так, мистический контейнер второго уровня выпадает, ребят. Открываем. Показывай мне. Дива дивная. Вот оно, вот оно очередное дива дивная. Целых 2400 свободного опыта. Ну, не красота ли, ребят? Не красота ли? Так, забираем, крутим дальше. Ну, дай что ли для разнообразия второго уровня контов пару штук. Так, чисто поржать, посмеяться и еще свободки немножко накосить. Читал, кстати, ребят, пока открываем контейнеры. Недавно пару комментариев. И один меня очень заинтересовал. Там было написано, что автор постоянно чем-то недоволен. Но, когда я чем-то доволен, я об этом говорю прямо. И говорю, что классное предложение какое-то выставили на продажу. Или очень хорошая идея с ивентом. И так далее. Но, когда я реально чем-то недоволен, я об этом говорю прямо. Да и чем тут довольным быть? 5000 золотом упало. Окей, хорошо. Пока нахожусь дальше в плюсе. И рулетка дальше меня не отпускает. При этом всем, ребят, не обязательно, что вам точно так же будет падать. Вроде бы упало мне сейчас 11000 золотом. Но при этом всем я в плюсе по факту. На 5 из них. Так, следующий. Забираем. 429. Ценники вообще, такое впечатление, что с головы писали. Они не идут ни на увеличение, ни на уменьшение. Они просто прыгают туда-назад, туда-назад. И все колеблются в районе до 500. Для того, чтобы... Блин, надо было открыть. Да ладно. Все они колеблются в районе до 500. Так, чтобы за 500 не перешкаливать. И, соответственно, создавать видимость того, что вроде бы-то и не сильно дорого. Так, открываем. Талисманов. Сколько еще надо? Целых 15 штук. Следующий. Забираем. Так, что-то я там оговорился. Не 15, 10. 5-то уже было. 100 голды. Так. А что у меня... А, здесь не посмотрю я, сколько у меня талисманов на третий уровень. 399. Стало даже дешевле, нежели предыдущий прокрутик. Три контейнера. Вот это удивительно, почему не один. Забираем. Да ладно, сейчас будет сертификат, да? Из-за этого подвисло сейчас у меня все. Нет, будет 200 голды. Очень жирная награда, наверное, из-за нее подвисала. Слишком много золота не пролазит просто в монитор. 5 контов осталось. Первого левела до второго. Забираем. Так. За один голдовый. За один голдовый и один контейнер. Вот это я понимаю, цена нормальная. Здесь, здесь меня все устраивает, здесь я доволен. 1500 золотом. Дополнительно. Так, я говорил по поводу того, что дойду до прокрута в один золотой на 22 уровне, а дальше подумаю, крутить или нет. Дальше ценник, обратите внимание, будет находиться в районе 1000 золота уже за каждый контейнер. И таких прокрутов здесь просто-таки мама не горюй. До 44 уровня. И получается, что вот эти вот, допустим, 5000, в которые я в плюсе, я потрачу реально за 5 прокрутов. В целом, будет абсолютно нечестно и несправедливым, если то, что я получил в плюс, я сейчас просто оставлю и на этом остановлюсь. И, соответственно, будет выглядеть так, как будто бы рулетка, ну, прям, действительно очень выгодная. Поэтому, пока продолжаю дальше прокручивать, продолжаю дальше открывать. А вам, ребят, все-таки рекомендовал бы, если у вас сложится все так, как у меня, а я сомневаюсь, что у большинства именно так и будет, я бы рекомендовал все-таки попридержать коней и уметь вовремя остановиться. Не сливайте просто так все нажитое, храните это и используйте это с умом. Ну, и, соответственно, посчитайте сами, что для вас целесообразно. Возможно, то, что вы будете в плюсе, а точнее, та сумма, на которую вы в плюсе будете, вам будет более правильным потратить, как я уже сказал, напрямую покупку из магазина, нежели пытаться достать, как я это называю, кота из мешка. И то под вопросом, какой конкретно кот в этом мешке тебе попадется, если ты его оттуда достанешь. Возможно, это совсем не та кошачья порода, которую тебе хотелось бы иметь у себя в ангаре. Ну, я имею в виду, что танк-то вам может выпасть, даже тот, которого у вас нет, но не факт, что это будет тот танк, который вас порадует. Лучше покупайте напрямую танки, которые вы хотите, ну или хотя бы крутите рулетки тогда уж на те танки, которые вы действительно хотели бы заиметь себе. В данном отсеке рулетки, слушайте, ну очень быстро как-то голда уходит, я бы сказал, приблизительно в два раза быстрее, а награды абсолютно не меняются. Ну, то есть, лучше не становится абсолютно никак. Так, мистический контейнер второго уровня. Ладно, открываем. Давай анимированный аватарчик, что ли. Три дня прем-аккаунта из... сколько там? 400 свободки. Это круто, это действительно круто. Двух контейнеров второго уровня не хватает для того, чтобы можно было открыть конт третьего. Ну и на этом, скорее всего, уж точно успокоится. Особенно, когда я увижу, какие награды оттуда выпадут. Так, больше нет. Едем дальше. Контейнеров первого уровня просто завались еще. Шесть раз по два, десять раз по три, пять раз здесь. Плюс внизу еще есть три слота. Сбоку, со второго боку. Ну, в общем, рассчитывать на то, что выпадет контейнер сразу второго уровня, уж точно не приходится. И обратите внимание, как было их по 11 штук второго левела в 11 раз второго левела, так и остается. Еще три контейнера. Открываем. Плюс те, которые не открыл только что, за то, что случайно скипнул. Три тысячи золотом. Ну, спасибо. Спасибо. Будет еще на три прокрута. Двести голды. Пятьсот золотом. Еще сотня. Это все, походу. Нет, еще есть один. Еще пятьсот голды. А где же все-таки сертификаты? Ну, дайте. Дайте хоть один. Дайте хоть понюхать его, я не знаю. Посмотреть поближе, как он выглядит. Дайте расстроиться из-за чего-то другого. И еще раз. Три контейнера по одному. Точнее так. Да, три контейнера первого уровня. Говорю, по одному. Забираем. Двести. И что у нас получается? Шести штук опять не хватает. И потом все равно будет не хватать опять пятнадцати для того, чтобы собрать последний недостающий контейнер второго уровня, чтобы открыть третий. Капец. Реально. Просто, просто какая-то жесть происходит. Да, это точно, блин, как... Занятие с сексом, с контрацептивом. Движение есть, прогресса нет. Есть прогресс. Только сказал, только сказал. Ну что, давайте, давайте откроем мистический сертификат. Наконец-то. За все огромное количество контейнеров есть мистик. И что он мне приносит? Он мне приносит шип. Ура! Ура! Наконец-то! Наконец-то шип. Танк пятого уровня, который был у меня. Боже мой, какая прелесть. Как я рад. Я настолько счастлив. Вы себе не представляете. Я достал машину своей мечты, о которой я давно забыл и перестал на ней играть, потому что она вообще неиграбельна даже на своем пятом уровне. И хуже, ну не знаю, только М4, А2, Е4 мог мне выпасть. Просто, просто шикарно. Просто шикарно. За такое количество прокрутов получить себе шип. Где ты? Сколько за тебя компенсации? 200 тысяч золотом? 300? А, нет, 1250. Какая прелесть. Какая прелесть. Сарказм с меня прям прет со всех щелей. И с каждой поры моей кожи выпирает маленькая-маленькая такая частичка сарказма. 951. Ну вот то, что я говорил, понимаете? То, что вы достанете даже мистический сертификат за какую-то сумму, это далеко не значит, что вы из этого сертификата достанете себе танк, который вам нужен, и будете этому рады. Открываем. Открываем. Смотрим. Еще один мистический сертификат. Ну прям балуют. Прям балуют. Может сейчас действительно там что-то жирное будет. Давайте сейчас делаем еще один прокрутик. И потом перейдем в хранилище, откроем мистический сертификат. Может ему отлежаться как-то надо, я не знаю. Сил набраться для того, чтобы выстрелить сейчас прям сильно жирно. А может надо сходить, я не знаю, на кладбище в безлунную ночь и отче наш прочитать, там сидя голой задницей на муравейнике. Может от этого везение припадет немножко. Такс. И все равно не анимированный аватар. Легендарный. К сожалению. К сожалению, не анимированный. Мистический сертификат. Еще один, ребята. А, ты мистический контейнер третьего левела. Ну что, открываем третий уровень. Наконец-то я его собрал. Наверное, на этом для меня рулетка будет заканчиваться. Не вижу смысла дальше ее крутить. Объективно. 360 дней према-ккаунта. Это круто. Это круто. Здесь я без сарказма абсолютно говорю. В частности, для тех ребят, которые прокачивают какие-то ветки. Ну а если будет, не дай бог, в кавычках говоря, слив ресурсов, то уж точно пригодятся эти дни према. То есть в целом здесь окей. Понятное дело, хотелось бы голды, но и на том спасибо, что не совсем какое-то дешманство оттуда вылетело. Теперь давайте открывать мистики. Что получаем с первого мистического сертификата? СУ-122-44. Получаю компенсацию, если я правильно помню, серебром, потому что данная машина у меня есть. Открываем еще один этот мистический сертификатик, который до этого выпал. И здесь у меня 59 паттон. 3 750 голды падает в копилку. Забираем все это дело. Если я правильно понял, то сейчас вернусь все-таки. Не голословить же все-таки. Хотелось бы... Ну нет, вот вам, пожалуйста, за премиумной машиной здесь все-таки компенсация идет именно серебром. И вот она. СУ-122-44, 2 ляма серы. Да. Не густо. Не густо у меня получилось в данном случае. Забираем. Все. Контейнеры закончились. Что у меня получается по шансам? Значит, по шансам выпадения у меня контейнер второго уровня. Грубо говоря, там 10%. И целых процент с копейками, чтобы выпало сразу 2. В отношении контейнеров первого уровня 30%, 30%, 20%, 6,5% и 3 с копейками. А мистический сертификат с вероятностью 0,006. Не вижу смысла дальше прокручивать рулетку. И в данном случае считаю, что нужно все-таки вовремя остановиться. Я нахожусь в плюсе. Дни прямо получил. Серебро получил. А значит, пора сворачивать удочки, брать улов. И благополучно двигать отсюда куда-нибудь подальше. Для того, чтобы назад не затянуло. В отношении стоимости. В отношении того, куда я зашел. Сколько я потратил, я не посчитал. Я просто посмотрел и показал вам, что получилось выйти. Ну, можно сказать, в хороший плюс. Не в шикарный, не в идеальный. Но в терпимый и нормальный. В отношении дальнейшего прокрута. Я округлю до 1000 и получается 1000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тысяч еще надо. Для того, чтобы дойти до 44 уровня. А выпадать будут контейнеры первого уровня. И не факт, что я из них получу то, что меня действительно интересует. Пишите свое мнение по поводу увиденного. Пишите свои результаты. Простите, по прокруту рулеток. Мне будет интересно почитать. Другим ребятам, я думаю, тоже. А еще не забудьте подписаться на канал. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.